Матрос, отдать концы, говорю. Прибыльное розовое озеро. Посмотрим, как добывают соль и искупаемся заодно. Соль серая, а вода розовая. Вот уже видно, что она розовая. Соль серая, а вода розовая. Значит, закончилось все тем, что Серега сказал, что он хочет барбекю из козы. Сейчас мы едем с местными и ищем на рынке. На рынке ездим и ищем животное, которое могли бы купить. Вот такой вот рынок. Ездим, смотрим. Вроде бы выбрали. Сейчас будем торговаться по цене. И посмотрим козленка. Значит, пошли они и сторговались за цену для меня. Приехали на другой рынок, где побольше козлов. И козочек. Сейчас будем выбирать. Кто подойдет нам на барбекю? Вот рынок. Большой козел. Нам нужен маленький. Значит, выбрали козу. Сейчас нам ее готовят. Режут, снимают шкуру. Вот мы сидим в месте ожидания клиентов. Тут готовится чаек. Вот такая вот палаточка. Среди фермы. Вон, налетели орлы, уже почуяли кровь. Ну, сейчас, я думаю, минут 10-15, и мы уже поедем с мясом готовить гриль-барбекю. Сейчас со своими провожатами идем на рынок покупать овощи и фрукты для пикника. Он здесь продается все на развес. Как они сказали, средняя цена за все где-то 50 далась, а около одного доллара. Здесь продается уголь, травы, все, что ты хочешь купить. Все, что тебе надо для дома, все продается на доброте. О, почти курица. Помидорки. За кучка стоит 2 доллара. Ну и последнее, осталось купить арбузы. Крокодилы. Хэт. Не тачь, а? Окей. Не, сказали хэт. Хэт не тачь. Хэт не тачь, да. Идем через джунгли. Видим бабуинов, которые перебегают эту дорожку, сидят. Прям вот так вот. Маленький бабуинчик. Очень умные животные. Они как хищники, как правило. Он говорит, вот этот крокодил. Голодный. Нет, агрессивный. Они могут лезть 60 ягодов. Они могут иметь почти 30 детей. Что они делают? Они собирают холл. И убивают свои ягоды. У него, короче, есть гнездо. Они откладывают яйца. И когда они... Да, когда они откладывают яйца, когда они беременны, когда они храняют, они агрессивны. Ты где, я уж вот и знаю. Ты видишь? Очень классно. Камера тропает, иди. Эта тропает, иди. Серега, вон, тебя зовут, зовут. Антон, ну прыгни, пожалуйста, здесь. Я хочу видео снять. Ну вот здесь. Сейчас смотри, смертельный номер. Давай, я снимаю. Давай. Давай. Прыгай? Да. Дьемп. 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 Если ты прыгаешь, ты спишь. Когда ты не делаешь крокодил, я приду. Прыгай, говорит, можно? Прыгай, я толью. Тогда мы с видео снимем, ты прыгай, мы видео снимем. Да. Ну давай уже. Пленка кончается. Эй. Дьемп. 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 Все понятно. Ну конечно, да, не разрешают. Не разрешают, он сказал. Но я разрешил. Одна из достопримечательностей Банжула. Арка номер 22. Не спрашивайте, почему номер 22. Вот так. Тогда не услышите вранья. Просто примите как данность. Арка 22. Вон там солдат с ребенком. И вот сейчас мы хотим подняться наверх, посмотреть на Банжула с высоты 15 метров. Да? Да. И вот мы стоим на этой арке. Вот там видно, откуда мы приехали оттуда. А вот здесь сам Банжула. Вон там вот находится паром, на котором мы ночью переходили вон с того берега. Это было, конечно, стрёмное ощущение. Паром 3 часа, переход. Шлак, короче. Едьте в объезд. Вот так. Мы пели гимн Гамбия. 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 В общем, сегодня мы приехали на паром. Проводили группу. Парапо. Все ребята улетели обратно в Москву. Ну что, скажем, что мы из Южной Африки? Да, ребят, мы ознакомились с ценами на билеты. Значит, для жителей Сенегала это стоит тысяча пятьсот. Три доллара. Да. Для жителей просто африканского континента это стоит две семьсот. И для просто таких бродней, как мы, это стоит пять тысяч двести. Франков это франки? Это, да, сенегальские франки. А как они относятся к чему, к нашему, ну к какой-нибудь другой валюте? Пять пятьсот, ой, пятьсот пятьдесят франков это один доллар. Пятьсот пятьдесят франков? Ну, примерно. Пятьсот пятьдесят франков. Отошли от берега. Паромчик такой модный. О, здесь Мистраль стоит. Французский большой десантный корабль. Все, швартуемся. Сейчас пятнадцать минут экскурсии. И два часа пьянки. Да, это, вот видишь, Игорь, говорит то, о чем я думаю. Сейчас обязательно пойдем оценим. Судя по внешнему виду, здесь должна быть нормальная кухня. Потому что туристическое место, я думаю, такое достаточно. Вот такие уже видно, сидят люди. Warrior Island Cinema. Ничего себе. Сейчас кино с тобой пойдем? Какое? Мы, кстати, смотрели кино одно тут. Мы сейчас пойдем в кино 12 лет авто смотреть. Вот мы на острое. Пришли. Вот наш паромчик еще стоит. Сейчас загружаются туда люди. Приплыл какой-то спецназ на черной лодке. Да, когда понимаешь, что здесь несколько веков было рабство, и что этот остров полностью вообще одни только рабы здесь были, и боль, и все это рабов. Не самое приятное чувство. Но выглядит все красиво. Ничего не скажешь. Вот, зашли в ресторанчик, сейчас посидим. My friend. Вот у нас новый. Он долго вокруг нас ходил, пытает поиграть. Вот он все-таки пришел и играет. Я расстраивал банджи. Банджи. Две руки, да? Как прикольно. Как ты на двух гитарах одновременно играешь. Да, но только без аккорда получается. Ну да. Разные строки. Ребята, мы на конкурсе ищем таланты. На самом деле прикольно. У него такой мотивчик, да? Ну, наконец-то там принесли еду. Мне принесли говядину. Игорю принесли. Рыбу с соусом карри. Да, я хотел сказать, что тесто в кляре. На море заказал. Вот, сидим с видом. Приятного аппетита. Заказали вина. Спасибо. Вина сенегальского. По французскому рецепту сделано. Рома, ты знаешь, что в Африке нежелательно покупать маски? Почему? Потому что здесь очень сильно развит культ Вуду. Ну, и все маски, вот, поснимай. Человек, который их делает, это может быть обычный чувак, который делает, а может быть их делает Шамин Вуду. И он вкладывает в эту маску болезнь человека. Болезнь какую-то, горе, какую-то эту. И покупая именно маску человеческую, ты рискуешь все это получить. Это, конечно, все красивая легенда. Но, как говорится, в каждой сказке есть доля сказки. Ну, а ты знаешь, я хочу тебе по поводу сказки. Все, кто просил привезти маски, все при этом говорят, ты только мне хорошую маску привези. Ты мне плохую маску не вези. Все как один говорили. Никто не просто не сказал. Слушай, привези мне маску, чувак, с Африки. Никто. Вот такие вот плоды висят. Я подумал, что это хлебное дерево, но Игорь сказал, что нет. Они бархатные, очень мягкие. Вот здесь продаются же барабаны. Чувак, чинит Игорю шлепки. Чувак, ты реально он поможет сейчас. Ну, я же тебе сказал. Он мастер на все руки. Мастер-фломастер. Ступ, да, рекомендую. А, он тебя смотрит, он тебя вообще по какой-то своей хитрой схеме делает. Красавчик вообще. Да, он сейчас тебя туда проставит и иголочки выведет наверх, чтобы ты каждый раз шел, кололся и стуминал. Не, парня вообще красавчик. Да, рукастый. Барабан, наверное, сам делает. Что, купим мы у него барабан вознаграждения? Ну, если только тебе. Самый большой. Но исландцы-то твои, так что купишь ты, но мне. И ты будешь барабанить каждое утро под нас, сделать общую попутку. Да, да. А, все, видишь, он как сделал. Загнет сейчас. Все, еще 10 лет проходишь в железных шлепках. Я, то есть, буду железный человек? Да, у тебя будут звать Игорь железные шлепки, чтобы не кололось. Все, ты рад? Я, да, я счастлив. Нормально? Как у тебя? Ботуль. Чувствуешь? Нет, не чувствую. Значит, все правильно, делай, сделал. Привет, Варон. Ничего себе. Опа. Да не клюйся, да не клюйся. Чего ты ругаешься сразу? Просто дай лапу, да не клюйся, я же тебя не выгоняю. Ты чего ругаешься? А? Ты чего ругаешься? Да ладно, ты прекращай. Смело, Варона, да? Тебе понравилось? Дай ей руку. Да лапу дай, дай лапу. Чего ты можешь укусить? Дай лапу. Я не знаю, я не хочу, чтобы она меня кусала. Дай лапу. Да, укусит. Не клюй, это дорогая камера. Не надо. Не надо ее клевать. Да моя тоже не надо. Моя ты чего клёс? Ты какая? А, у меня дорогая, твою кляну. Вот здесь вот раньше была распределительная станция, где продавали рабов и решали, кто куда пойдет. Один поплывет в Африку, папа поплывет в Америку, мама поплывет в Европу, а дети поплывут в Аргентину. Представляете, как это было? Вот так вот. Грустная история. И прямо вот здесь их грузили на корабли и отправляли. У них же у всех были семьи. Их ловили прямо племенами, деревнями. Ловили деревню. Привезли там 30 семей. Один купил всех женщин в дома Европы. Один купил всех мужчин в эти накиньте на рудники. А другой купил всех детей в дома Америки. И вот так вот и жили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Все, грузимся обратно на наш суденышко. Надеюсь, не успели. Игорь боится остаться на острове. Побежал первый. Подходим. Все, мы близко. Бросай, бросай, отдать концы. Матрос, отдать концы, говорю. Со второй раз только команду поднимаю. Не то, что у нас наехали.